Основная идея – максимальное вовлечение в движение не только воспитанников казачьих классов, но и студентов. По словам заместителя главы Анапы Сергея Козлова, сегодня молодёжи нужно уделять ещё больше внимания. В Анапе 2000 юных казачат. Чтобы воспитать их в духе патриотизма, высокие требования предъявляют не только казакам-наставникам, но и классным руководителям. Кроме того, казачество среди молодёжи должно развиваться в разных направлениях, но при этом сохранять традиции и колорит. Культура – да, это одно из направлений. Образование – да. Управление по делам молодёжи – непосредственная поддержка, опыт громадный есть в работе с молодёжью. А как работать с казачьей молодёжью? Наверное, они близки по тематике, но выделить её нужно как структуру, обособленную, не обособленную, не оторванную от жизни. Она должна быть на современном уровне. Необходимо перенимать и опыт соседних городов. В качестве примера атаман Анапского районного казачьего общества Валерий Плотников привёл час славы Кубани, который уже стал своеобразной визитной карточкой Краснодара. В то же время Анапа не отстаёт. Казачество на курорте давно является неотъемлемой частью современной культуры. Анапский район никогда не стоял на месте. Мы этим занимаемся уже 20 лет воспитанием подрастающего поколения. Сегодня наши планы – не разрушить, что мы начали, а плавно войти в союз казачьей молодёжи и с принятием конструктивных наших предложений всё-таки осуществлять воспитание подрастающего поколения в плане патриотизма и любви к нашей Родине. В ближайшее время на территории 18-й школы появится курень, где будут воссозданы предметы быта казаков для более детального изучения самобытной казачьей культуры.